Нападение двух исламистов на церковь и убийство священников при городе Руана на севере Франции стало вторым терактом в стране за последние две недели. Франция еще не успела оправиться после трагедии в Ницце, но нападения, за которые несет ответственность исламское государство, повторяются. В Лионе, одном из крупнейших городов страны, прошла поминальная служба в кафедральном соборе Сен-Джан. Префект региона Рональп и Мишель Дель Пэш ответил на вопросы журналиста Евроньюз. Я обращаюсь еще раз к нашим ценностям, дружбе и братству, потому что наши враги выступают именно против них, против нашей свободы. Они мечтают, чтобы французское общество раскололось, и особенно их взгляд, наше единение и стойкость, дух братства, ценности нашей республики, а также верховенство права. Страна сейчас находится в опасности? Это не государство, которое находится в опасности. Государство – это сила и верховенство закона, под угрозой наше совместное проживание по законам республики. Мы должны быть предельно внимательными и бдительными, и сделать все возможное, чтобы защитить ценности нашей республики, сплотить нацию, чтобы защитить нашу мультинациональность. Нам не следует закрываться в себе, разделяться на общины по национальным или культурным ценностям. Мишенями этих, увы, частых терактов стали республика и ее ценности. Во Франции сейчас чрезвычайное положение. Мы можем сделать что-то большее? Что будет делать государство для защиты церквей, синагог и мечетей? Закон о чрезвычайном положении прямо предусматривает возможность закрытия таких мест, если там происходят подобные инциденты. Когда у Франции было чрезвычайное положение, мы уже закрывали мечеть тут, в Лионе. Нужно не ослаблять бдительность. И особенно важно, и тут я обращаюсь в чувство ответственности лидеров мусульманских общин, важно знать, кем являются имамы, кто они, что происходит в мечетях. Мусульманское сообщество должно помочь нам продвигать и защищать республиканские ценности, и я надеюсь на их поддержку. Наше будущее зависит от этого. Во Франции существует более 40 тысяч церквей, не считая нескольких тысяч протестантских храмов, а также синагог и мечетей. Эксперты говорят, что несмотря на продление чрезвычайного положения после теракта в Ницце, сложно себе представить, как все их можно защитить.